Вот про что вам сейчас рассказывать? Про новый iPhone SE, который представила Apple? Или вам интересен iPhone 13 в зеленом цвете? Может вам не терпится узнать о видеокартах Radeon, там 6950 XT, их представят уже в апреле? Я думаю нет. Сейчас вам дела до этих гаджетов вообще нет, когда курс перевалил за сотню и неизвестно, что вообще будет с этим миром завтра. Из России ушли MasterCard и Visa. Вместе со Steam, Adobe, Netflix, Intel, AMD и кучей других компаний. Мне кажется, пока я перечислял, кто-нибудь еще ушел. Роскомнадзор блокирует Twitter, Facebook и СМИ. Да даже на Википедии разместили огромный черный баннер, что их могут скоро заблокировать. Цены на технику, на комплектующие, да вообще на все ушли в отрыв. Россия стала лидером по суммарному числу введенных против нее санкций, обойдя Иран, Китай и Северную Корею. Любой наш зритель, умеющий критически мыслить, понимает, что Россию отбросили в IT года в 90-е. Что будет дальше? Как будут развиваться отечественные технологии без Запада? Кто еще пока поставляет технику в Россию? Вот что нам интересно. Давайте об этом поговорим. На связи МК. Системный администратор. Вы наверняка не раз слышали о такой профессии. Сисадмин — это главный по компьютерам и сетям в компании. Хороший админ — универсальный специалист от администратора баз данных и девопс инженера до грамотного безопасника. Специалисты в этой области сейчас очень ценны. Зарплаты системных администраторов в разы выше средних в любом регионе. Даже у нас в Калининграде сисадмину предлагают зарплату в 100 тысяч рублей, при средней в 40 тысяч. Skill Factory предлагает отличный курс «Системный администратор». Он подойдет для тех, кто хочет получить базис для старта успешной карьеры в IT. Перед вами откроются широкие возможности для развития от сисадмина до технического директора. Вы детально разберетесь в устройстве компьютера, сетях и операционных системах. Освоите работу в терминале Linux, продвинутые инструменты администрирования, мониторинга и резервного копирования. Научитесь писать скрипты для эффективного решения сложных задач. Курс длится 9 месяцев, за которые вы получите ключевые знания и навыки, чтобы уверенно претендовать на позицию Junior Linux Administrator и выше. Skill Factory учат через практику. 5 форматов практики для формирования различных навыков. Тренажеры, мини-проекты, сквозные проекты, интерактивные вебинары и финальные проекты. 80% практики и 20 теории. Вашими преподавателями будут опытные инженеры из ведущих IT-компаний, а персональная обратная связь от менторов, живые вебинары с экспертами и поддержка кураторов помогут успешно пройти курс до конца. Также в Skill Factory есть карьерный центр, который поможет в трудоустройстве по окончанию курса. Я проверил отзывы на различных ресурсах и там тоже все отлично. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь на курс, а по промокоду мойкомпьютер вы получите скидку в 45%. Ссылка в описании. Давайте не потеряемся. Когда все только началось, мы оперативно рассказали свое видение дальнейших событий и, к сожалению, оказались правы. Все пошло по наихудшему сценарию. Осталось только заблокировать получение обновлений винды, сервисов гугла и прикрыть ютюб. Центробанк уже на 13 дней приостановил торги на бирже и пока не спешит их возобновлять, а доллар уже давно перешагнул за трехзначную цифру. Не знаю, сколько он стоит сейчас, когда вы смотрите это видео, но всю электронику в нашу страну привозят за доллары. Ко всему прочему, россиян лишили почти всех западных IT-продуктов. Из страны ушли Nvidia, AMD и Intel. Причем это означает, что мы не просто не сможем купить их процессор или видеокарты, но еще и ноутбуки, готовые ПК и возможно даже консоли. Ушли Microsoft, EA, Blizzard, на грани Steam. Россию покинули даже CD Projekt Red с их ведьмаками и киберпанками. Ожидаемо ушли украинский GSC Game World, запретив россиянам предзаказывать S.T.A.L.K.E.R. 2. Голливудского кина тоже не будет. Кинотеатры могут лишиться 80% прибыли и позакрываться. Да и оборудование у них в большинстве своем иностранное. Аналогичные проблемы с софтом. Приобрести Photoshop теперь можно только на торрент-раздачах. GitHub, крупнейший в мире репозиторий открытого исходного кода, пока еще держится. Но не забываем, что четыре года назад их купила Microsoft. Мастер-карты Visa тоже дружно покинули Россию, а это означает, что их карты, выпущенные отечественными банками, будут работать только на территории страны. И покупки за рубежом, оплаты иностранных сервисов — все это больше невозможно. Вариант с PayPal тоже не прокатит, они также приостановили работу в России, и сейчас возможен только вывод средств. Вся надежда на китайский UnionPay. Он вместе с мир позволит платить в 180 странах и множестве иностранных магазинов. Меньше, конечно, чем в случае с мастером и визой, но хоть что-то. Крупнейшая криптобиржа Coinbase переобулась и заблокировала аж 30 тысяч аккаунтов россиян со всеми деньгами. Так что если вы решили хранить деньги в криптовалютах, не полагайтесь на кошельки и криптобирж и майнинговых площадок. Заведите свои индивидуальные так называемые «холодные» кошельки, если у вас, конечно, остались деньги. Продолжать этот список можно долго, но суть тут одна — большинство крупных западных IT-компаний ушли из России. Конечно, можно сказать, что всегда есть аналоги. Вместо Spotify можно перейти на Яндекс.Музыку, а Netflix заменим на Кинопоиск, оплачивая все это картой мир. Но, думаю, все понимают, что на данный момент полноценной замены всех ушедших сервисов и производителей электроники у нас, к сожалению, нет. Очевидный итог ухода с российского рынка Apple, AMD, Nvidia, Intel в комбинации с нестабильным курсом рубля — это рост цен на всю электронику. Если еще пару недель назад GT 710 была вообще никому не нужна и продавалась за 3-4 тысячи рублей, то сейчас за нее просят уже десятку. Про остальные видеокарты я вообще молчу, теперь это просто недоступная электроника. Простейший Core i3-10100F, который стоил 6-7 тысяч рублей и давал уровень старых i7, сейчас стоит под 15 тысяч. А про i9 и тем более RTX 3090 говорить не хочется. Цена топового компьютера приблизилась к миллиону рублей. И это особенно тяжело с учетом того, что в России и так многие отложили сборку ПК из-за того, что видеокарты резко возросли в цене во время бума майнинга. И тут остается только поздравить тех, кто купил себе месяц назад GTX 1660 за 30 тысяч, потому что сейчас ее продают уже за 100. Так что игрушки закончились. Играть будет просто не на чем. Рынок опустеет, мы лишимся перевода игр на русский язык. Создатели New World об этом уже сообщили. Возвращаемся в 90-е, когда на плечи пиратов ложился не только взлом и распространение, но еще и перевод. Конечно, исчезновение локализированных игр совсем небольшая проблема в сравнении с тем, что будет дальше. Без возможности добыть новые CPU встанут серверы. Без телекоммуникационного оборудования будет деградировать связь. Проникновение технологий во все сферы нашей жизни крайне велико. Да даже оборудование для дойки коров и то частенько везется с запада. Кроме того, не все знали, но Украина крупнейший экспортер газа неон, который нужен для производства микросхем с долей в 50%. А значит, дефицит электроники из-за коронавируса еще сильнее усугубится и не только в России, а по всему миру. Что будет дальше? Ну, об этом мы уже говорили. Перестройка на Китай и Южную Корею. Товарооборот России с Китаем уже вырос на 38%, но то ли еще будет. Серверами нас обеспечит Huawei, бытовой техникой Samsung, телекомом ZTE. Но очевидно, что этот переход займет не день и не два, по пути будет множество проблем и далеко не все компании вообще настолько гибки, чтобы после удара коронавируса выдержать еще и санкции запада. А значит, без того дорогое IT в России станет еще дороже и недоступней. Но давайте попытаемся взглянуть на ситуацию со стороны очень упертого оптимиста. К примеру, хотя формально Apple из России ушла и больше не продает у нас iPhone и MacBook, их официальные сервисные центры рапортуют, что дефицит запчастей удалось решить и негарантийный ремонт снова доступен. Samsung тоже никуда из страны не уходит, просто в связи с текущей ситуацией есть огромные проблемы с поставками в РФ, которые корейский техногигант активно пытается решить. Да даже Илон Маск, запустивший в Украине терминалы и спутниковой связи Starlink, наотрез отказался блокировать доступ к русским сайтам, заявив, что поддерживает свободу слова. Ru-зону интернета мы тоже не потеряем. Два крупнейших европейских регулятора интернета отказались отключать корневые сервера и DNS в России. У геймеров тоже будет выход, если Microsoft окончательно сойдет с ума и будет блокировать Windows. Сейчас активно развивается Proton — технология трансляции DirectX в Vulkan. Говоря простым языком, это возможность поиграть в свежие Windows игры на Linux. Майнинг в России побежден, мало кто из криптокопателей в РФ готов брать видеокарты по пятерной цене с возможностью окупить лишь через 3-4 года. К тому же уже некоторые крупные пулы из России тоже ушли, так что можно сказать, что бум майнинга закончился. В Cloudflore тоже сообщили, что они выше политики, а это, на секундочку, одна из крупнейших в мире сетей распределенных серверов, предлагающих как услуги хостингов, так и быстрые DNS и VPN. Ситуация с IT хоть и тяжелая, но не катастрофическая. Приспособиться обычному пользователю получится. Придется. По интернетам тут ходили слухи, что могут разблокировать Рутрекер. Это был один из первых крупных торрент-трекеров, заблокированных Роскомнадзором, действительно за дело. У некоторых Рутрекер стал грузиться без VPN. Любители кряков, репаков и бд-рипов начали было ликовать, но в правительстве заявили, что лицензию на пиратство россиянам выдавать не собираются. На том же Рутрекере хватает российской музыки, кино, игры, софта и, очевидно, доступ к ним отнюдь не порадуют отечественных правообладателей. Так что, увы, в массе своей за свежими бесплатными релизами вам все еще придется заходить через VPN. К слову, о Чибутнете. Роскомнадзор требует от провайдеров устанавливать в их сети так называемые ТСПУ, технические средства противодействия угрозам, такие черные ящики для анализа трафика. Но мало того, что стоят они пока не у всех, так еще и если через них пустить весь трафик, пользователи вспомнят времена Дайнлапа. Низкая скорость будет, короче. Да и вообще говоря, тем, кто не стал заводить себе VPN во времена ковровых бомбардировок Телеграма, пора бы уже это сделать. Роскомнадзор снова показал свое величие, заблокировал доступ к Твиттер, Фейсбук и некоторым иностранным и отечественным новостным ресурсам, включая крупные типа BBC. Формальная причина — там было много неверной информации о ситуации на Украине, хотя в текущей обстановке вообще непонятно, какая информация верная. 11 марта Минцифры примет комплекс мер для защиты информационной инфраструктуры страны. Государственные сайты и сервисы должны перейти на использование отечественных ДНС-серверов и российские хостинги, если они не сделали этого раньше. Там все очень запутанно написано, но ведомство подчеркивает, что никто изнутри интернет ограничивать не будет, и все эти действия нужны для защиты российских сайтов от злого запада. Так ли это на самом деле? Ну, узнаем совсем скоро. Немножечко отвлечемся. Пока Роскомнадзор воюет с Рунетом, хакеры под шумок выносят у Nvidia и Samsung сотни гигабайт данных. И там не фото Хуанга на отдыхе, а максимально критичная информация по драйверам, механизму LHR и будущим продуктам. В случае с Samsung туда вообще попали данные Strast Zone, доверенной среде, куда относится информация, например, о биометрической защите. Оба взлома провела компания народных хакеров Lapsus. Почему народных? В отличие от большинства хакеров, которые просто вымогают у компании деньги за полученные данные, эти решили, что они Робин Гуды. Например, они предлагают не распространять украденные у Nvidia гигабайты данных, если те сделают драйвера для видеокарт открытыми. Это позволит всему сообществу делать их лучше и искать возможные ошибки. Могут, например, появиться кастомные драйверы, приносящие поддержку новых игр на старые видеокарты. В случае с данными Samsung, хакеры вообще разбили их на три архива и выложили на торренты. С учетом того, что они содержат в том числе исходные коды загрузчиков последних смартфонов компании, ждем появления кастомов под новые Galaxy. Пока наш IT-сектор находится в состоянии свободного падения, в мире наступает новая эра процессоров. Современные X86 процессоры зашли в тупик. Десяток ядер с кэшем и кучей контроллеров требуют огромных сложных кристаллов, которые трудны в производстве и по итогу серьезно увеличивают стоимость готовых решений. Выход показала нам AMD, несколько лет назад представив процессоры Ryzen, состоящие из нескольких чиплетов, отдельных небольших кристаллов, каждый из которых выполняет конкретные функции. Это позволило здорово снизить стоимость многоядерных CPU, хотя и привело к проблемам с задержками, которые AMD активно решает. И вот наконец AMD, ARM, Google, Intel, Meta, Microsoft, Qualcomm, Samsung и TSMC объявили об образовании консорциума для совместной разработки внедрения открытого стандарта соединения между этими самыми чиплетами. Итогом проведенной работы стала первая версия спецификации UCI-E. Цель стандарта – упростить возможность создания многочиплетных микросхем с использованием кристаллов разных производителей. Помните экспериментальные процессоры от Intel вместе с графическим чипом от AMD на одной подложке? Теперь у такого решения появилась вторая жизнь. Более того, UCI-E официально свободен и открыт, а значит не будет проблем с лицензированием, что только подтолкнет производителей создавать удивительные комбайны из различных разнородных ядер на разных архитектурах вместе с, например, графикой и блоками ускорения задач искусственного интеллекта. Нам остается только надеяться, что такое процессорное будущее коснется России. Но, конечно, в любом случае нужно готовиться к худшему, к полному погружению в 90-е с интернетом по карточкам, компьютерами как признак роскоши. Ну, вы помните те времена. Будем надеяться, что YouTube не заблокируют. Напоминаю про ссылочки в описании на наш Telegram и группу ВКонтакте. Читайте новости там. Меня зовут Михаил Крошин. Да, я знаю, друзья, какой п***ец творится, но мы ничего поделать с этим не можем. Вот в такое время мы живем. На этом сеанс связи окончен. Надеюсь, еще увидимся. Пока.